здравствуйте уважаемые дорогие любимые зрители подписчики и гости канала пауза или конец и если не конец то каких действий от партнера ожидать что будет дальше какие его следующие действия будет три варианта ответа я взяла мистический оракул дыхание ночи продолжая его юзать но в этот раз даже если выйдут какие-то негативные там магические или еще там бог знает какие карты буду трактовать в нормальном ключе да что считая что все мы нормальные да что партнер нормальный да то есть никаких там оборотней до черных человеков и все остальное да я постараюсь да постараюсь это трактовать не в мистическом смысле а в плане именно на отношения да в таком в здоровом смысле да три варианта ответа будет расклад для тех до загадывайте партнера пауза или конец расклад для тех кто уже отчаялся ждать я тоже смотрю смотрю все расклады сама делаю на смысле торологов смотрю которую мне нравится сама делаю расклады и вот то то пауза то конец то и я не знаю до диаметрально противоположные предсказания от того что все до человек больше не вернется и до того что нет все будет прекрасно все будет замечательно у вас прям новое будущее ренессанс ваших отношений до ренессанс некий ну вот давайте сейчас сделаем расклад для тех кто устал ждать да кто уже обозлен я уже например разлюсь бешусь и не знаю да мне надоели все уже эти расклады вот и так на новом канале на старом я была подписана на очень многих тарологов на очень многих вот но все равно я их не успела все смотреть сейчас я подписалась буквально там меньше десяти человек наверно человек 5 6 и как бы вот на других пока не хочу да вот те кто он самые самые такие приятные для меня до к тем я вернулась остальные может быть когда-то меня дождутся обратно но я думаю им особо не страшно потери меня в качестве подписчика тем не менее я надеюсь что вы загадали свой вариант да давайте для тех кто отчаялся для тех кто уже злится на себя на таро да на карты на тарологов да кто же во все это перестал верить да у кого уже полная потеря всех надежд загадали своего человека загадали вариант я надеюсь и для тех кто выбрал первую позицию пауза или конец карта дама выпадает давайте наверное уточним сразу хочется сказать что нет наверно не конец я не вытаскиваю при вас потому что не очень удобно мне так я все равно но в смысле что мне нужно локоть опирать на стол до сижу я боком у меня тумбочка по ну короче не важно короче не не вытаскиваю при вас но вытаскиваю абсолютно не глядя в колоду до глядя на карты препятствия до препятствия все равно есть есть препятствие есть недоверия да с одной стороны есть желание приблизиться у человека до с одной стороны и желание развивать да возможно вы его даже идеал какой-то да татьяны милый идеал да даже если вы не татьяна а с другой стороны у него ощущение что вот в этой самой вашей загадочной женственности да есть какая-то пугающая его тайна вот скажем так да и вот либо здесь человек сам накручивает что вот то есть сейчас скажу человек здесь может бояться сближения да с такой загадочной прекрасной женщиной да на которую он может накручивать свои ожидания какие-то да то есть ну немножко и вас идеализировать с одной стороны а с другой стороны он может сам не признавать того что не признавать своего страха да не признавать того что он во первых на вас что-то накрутил во вторых он вас же вот этого образа испугался да нормально здоровые отношения рассматриваю здоровые отношения помню и в третьих он может не признавать того в общем он может создавать сам себе до препятствия в общении с вами да то есть человек какие-то бюрократические да якобы препятствие извне да там но если на расстоянии то не идти на сближение там да если его там кто-то грузит чем-то он может говорить вот я так занят я так занят да у меня сейчас нет сил возможности ресурс короче не важно да ресурсов каких-то здесь человек может искусственно создавать препятствия да то есть его пугают отношения с вами да его пугает возможно даже какая-то ваша загадочность какая-то зависимость да в который он может от вас попасть хотя здесь в общем то зависимости особо не нету да но ну так так буквальных карт зависимости не выпало но человек может короче говоря вас опасаться и поэтому сам себе создавать какие-то проблемы препятствия да причем это может быть даже неосознанно человек может говорить либо не преодолевать существующие препятствия да либо драматизировать и преувеличивать вот эту вот значимость каких-то между вами до чего-то что между вами может стать вот скажем так да то есть ну буквально если расстояние человек может спокойно взять билет до взять там отгул билет приехать да и как-то провести время пообщаться поговорить с глазу на глаз там не обязательно в переписке в телефоне по телефону выяснять отношения но по переписке или по телефону да потому что так ну да у нас 80 процентов информации считывается с человека лично даст с лица с эмоций жестов а в переписке и по телефону это не всегда видно не всегда слышно ну короче говоря общение напрямую всегда дает больше информации чем а переписка чем телефон разговор это понятно хотя телефон разговор очень часто тоже довольно информативно потому что слышишь голос и голос но то есть по голосу иногда можно лучше ощутить врет человек не врет ну короче тот же такой вариант да но не будем углубляться вот но тем не менее здесь человек надуман надо создает или усиливает какие-то препятствия между вами которые якобы мешают но на самом деле он здесь может вас бояться вот до солнце от которого человек бежит да человек уходит в пустыню в некую свою собственную да там размышляет ведет себя как отшельник до пустыня как карта отшельника своеобразная то есть человек понимает что вы для него рада счастья исполнения желаний вы для него вообще там возможно женщина мечта но тем не менее уходить в пустыню до уходить в себя то есть он здесь такой путь избирает да такой путь поведения возможно человек понимает что вы для него просто женщина мечта он встретил мечту всей своей жизни но при этом он ее боится этой мечты да мечта внезапно осуществили осуществилась и он такой в шоке до чего это бывает да и быстренько голову в песок до быстренько спрятался вот и одна одна один хвост понимаете ли торчит у него из этого песка ну вот собственно чего он боится и то что между вами есть да карта якорь карта некой связи до связи неразрывной в общем возможно человек ну если у него были какие-то до этого не очень серьезные отношения здесь он испугался серьезности если до этого даже если у него были серьезные отношения даже если у него были браки какие-то да все равно это могли быть браки без подключения вот именно какого-то да каких-то эмоций как какой-то глубины да брак просто вот ради брака да ну или ради любви какой-то действительно да но возможно вы его такой вот глубиной своей просто вот захлестнули да глубиной и возможностями и радостью вот этой вот бесконечной да возможно у него раньше не было таких ярких отношений у этого загаданного человека независимо от того там кто мужчина женщина и да понятно вот и человек вот этой яркости да яркости праздничности солнечности вашей в его жизни испугался и он как параноик начал на это накручивать да ладно параноик я сказала зря тем более карта параноик это не выпало вот так давайте еще раз пауза или конец то что ну тут понятно что человек сознательно уходит от вас чтобы избежать да есть мотив достижения до достижения результатов до достижения победы избегания неудачи вот здесь у человека некий мотив избегания там возможно неудачи работает да или еще что-то пауза или конец карта корабль выпадает нет ни конец наконец-то будет у него преодоление да смотрите как интересно после карты якоря выпал карта к выпало карта корабль то есть якорь вот этот якорь вот эта связь которая между вами она человека все равно таки еще притянет да и вот этот корабль притянется к вам вот такой интересный образ да якорь то у вас у него да то есть в смысле якорь якорь его души к вам прикреплен да он закреплен буквально за вами и на какое бы расстояние человек от вас не отплывал, куда бы он не собирался плыть от вас, как бы он не собирался от вас делать ноги и все такое, все равно вот этот якорь его, этого человека около вас держит. Заякорили вы его чем-то. Ну, карта свинья. Карта крест. Опять-таки у нас идет некое дублирование по смыслу карты якорь, карты крест, потому что понимание, что все равно это судьба, от судьбы не уйдешь. И в принципе человеку с вами довольно-таки комфортно, то есть вот это солнце, которое там у нас выпало, видимо оно идет не только на вашу какую-то глубину как личности, но еще и именно на материальный комфорт. То есть вот как-то хорошо ему с вами, как-то вы ему сразу, наверное, все мечты сразу осуществили. Возможно, у него были такие отношения, что у него был кто-то до этого, кто обеспечивал либо комфорт материальный какой-то, физический, либо, я не знаю, хорошая любовница у него была, либо какая-то женщина-мечта, женщина-фантазия, ну, если мужчину сгадали, если о женщине идет речь, женщина-мечта, женщина-фантазия, а тут такое впечатление, что все срослось в одной, един в трех лицах, вот вы для него, едины в трех лицах, вы для него и мечта, и фантазия, и комфорт, и, да, и я не знаю, что еще, вот и любовница, да, и хорошая хозяйка, и любовница, и вообще загадочная такая женщина, и он в шоке, как это все можно совместить в, да, в одном лице, в одном флаконе. Ну, карта сердца выпадает, ну, куда же он денется по карте сердца? Нет, конечно, это не конец, да, хотя вот некая черная кошка между вами все равно пробежала. Возможно, здесь человек подозревает вас в каких-то женских чарах, либо буквально в какой-то магии, что вы на него что-то, да, приворожили его как-то, вот, но имейте в виду, что это опять-таки, если он будет вас обвинять, то это скорее не, не то, что нежелание, да, не способность вот сейчас на данный момент признать свою ответственность за эти отношения, да, то есть он будет, если он будет вас обвинять в магии в какой-то, он просто не готов признать, что вы женщина-мечта, да, не готов признать, что он вас боится, да, что он к вам все равно вот привязан, сам привязался, простите, да, и будет перекладывать на, там, в вас ответственность, на какую-то магию, там, вот, ну, такой вариант тоже возможен, то есть вместо того, чтобы признать, что это моя женщина, я ее люблю, и вообще судьба мне ее послала, и она вообще удовлетворяет все мои запросы, да, к идеальной женщине, совпадает с трафаретом идеальной женщины, вот, но при этом человек боится себе в этом признаться, и будет говорить, что нет, меня к ней не моя любовь тянет, не мое собственное сердце, а некая какая-то магия, и все такое, а кошка нам немножко дает, немножко, да, кошка немножко нам дает ассоциацию с королевой жезлов, да, у нее там черная кошка сидит, вот, кто-то, конечно, и королева жезлов может быть, да, кто загадали эту первую позицию, но, тем не менее, ну, неважно, в любом случае, да, в любом случае идет притяжение, и какая-то вот загадочность, загадочность ваша, а вот на самом деле, возможно, вот эта ваша загадочность, вот эта ваша способность пугать его, его собственным притяжением тоже вписывается в картину вот этого, ну, короче говоря, вот это то, что вы его пугаете, это тоже вписывается в его представление об идеальной женщине, то есть идеальная женщина должна быть немножко так вот недоступна, немножко загадочна, даже где-то пугающе загадочна, несмотря на то, что она и борща сварит, да, и накормит, и напоит, и все такое, вот, как, если кто смотрел Шерлока, да, где Ватсон понимает, да, серия, когда Ватсон понимает, что его жена там наемный убийца, да, этот Шерлок вообще социопат, друг его социопат, этот самый, да, повернутый на расследованиях, да, ну, Шерлок в смысле, Мэри, это Морстон оказывается там киллером наемным, с таким богатым очень прошлым, да, ну, скажем так, да, человеком из спецуры, да, из тайным агентом, да, секретным агентом, короче, и Ватсон там начинает, у него начинается что-то типа такой вот истерики, что типа, ну, почему, почему мой лучший друг, вот, социопат, да, повернутый на этом на всем деле, моя жена, это самое, да, моя жена там наемный киллер, вот, почему вот вокруг меня, так сказать, такие люди, да, почему она такая, а ему Шерлок говорит, она такая, потому что ты ее выбрал, вот, да, то есть здесь человек, здесь буквально Шерлок ему вернул, да, вернул человеку понимание, что ты выбираешь тех людей, которые рядом с тобой, да, и если ты их выбираешь, они тебе, значит, нужны для чего-то, да, то есть понятно, что сам Джон там был, ну, то есть как это, афганский синдром, что-то типа этого, да, буквально можно сказать, вот, то есть понятно, что его тянуло к таким людям, да, по фильму, видимо, да, Джона, вот, его тянуло к таким людям, которые тоже удовлетворяли его вот этот вот, вот эту тягу к приключениям, вот здесь аналогичная ситуация, да, человек к вам привязан, человек вас любит, и вы также удовлетворяете вот эту его тягу к таким вот женщинам-загадкам, да, женщина, которая его притягивает, манит, привязывает, ну, короче, вы поняли, да, женщина-судьба некая, в каком-то смысле даже такая вот роковая женщина, даже если вы не вписываетесь в своих собственных глазах в это понятие, да, роковая женщина, для этого человека вы действительно роковая по этим картам, ну, и какой же может быть конец, если здесь мы достаем карту всадник, да, карту развития, карту движения, первая карта в колоде Ленорман, карта именно вот начала, да, именно развития, то есть, возможно, здесь человек не выдержит все-таки любовь и некая страсть, да, некая загадка к вам его притянет, и он даже сам выйдет первым к вам на связь, даже, может быть, кому-то лично приедет, и, ну, продолжение в любом случае будет. Следующая карта выпала, собственно, сама выпала, давайте ее положим, карта Паук, да, вот, некие такие сети, но я бы не сказала, что это лично ваши сети какие-то, да, я бы сказала, что это просто сети, сети судьбы, то есть, опять-таки, карта Паук, пусть нам дублирует карту Якоря, да, и карту Креста в одном флаконе, что это и судьба такая, вот, и испытание вместе, и вот эта привязка настолько сильная между вами, что человек, как бы он не боялся этой самой привязки, все равно он будет возвращаться к вам, все равно будет, ну, продолжение будет. Так, что еще посмотреть, да, какие, давайте посмотрим, какие, собственно, действия, хотя действия тут уже понятны, да, карта Всадник выпадает, что человек выйдет на связь, напишет, приедет, да, карта Сфинкс, карта Загадки некой, да, то есть, человек, возможно, готов будет решать, с одной стороны, решать вашу Загадку, с другой стороны, даже если он выйдет на связь, он выйдет, ну, вы опять ничего не будете понимать, да, пауза или конец, то есть, вот такое вот ощущение непоняток, да, ощущение того, что это все длится, и непонятно, да, в каких мы отношениях, оно будет продолжаться какое-то время, возможно, потому что человек хочет убедиться в своих собственных чувствах, и он при этом будет проверять и вас, и себя, вот так вот, да, скорее даже вот так вот, он будет проверять, делать вид, что он якобы проверяет вас, ну, то есть, не то, что делать вид, а он сам будет думать, что он проверяет вас, но на самом деле, это будет проверка от судьбы его собственных чувств к вам, его собственной, скажем так, честности с собой, и умение понять, что с ним самим происходит, вот я вот тяну карту, да, сама вылезла, решил достать, карта дракона, и карта тень, ну, в принципе, да, здесь у человека идут, идет такое понимание, что вы все равно его, он вас вложился, да, он должен вас защищать, как некое свое сокровище в своей жизни, с одной стороны, а с другой стороны, это все-таки большое искушение, возможно, между вами есть какие-то границы, да, как границы между тьмой, да, тьмой и светом, и человек будет всячески вот это обдумывать, да, хотя сказала, мусолить вот эту тему, да, может он с вами быть, не может он с вами быть, да, какой выбор ему делать, то есть, возможно, здесь человек никакого выбора пока делать не будет, да, то есть решительных шагов от него не будет, но бросать он вас не собирается, и это точно не конец. Ну, тем не менее, все-таки давайте рулевое весло, да, будет период того, что ничего не будет происходить, да, выбор не будет делать, будет думать, но все-таки рулевое весло, человек все-таки возьмет свою жизнь в свои руки и будет принято какое-то решение, причем решение такое очень быстрое, очень стремительное, возможно, ну, долго-долго будет сидеть-сидеть, да, думать-думать, решать, а потом вот раз ему решение придет в голову, и он на вас навалит кучу всякой информации по поводу этого решения, и возможно это будет даже не одно решение, а несколько решений маленьких, да, вот, ну, то есть если он хочет серьезно развивать отношения, да, то есть, ну, выбор будет сделан для какого-то дальнейшего развития, и возможно для этого дальнейшего развития человек несколько вам накидает идей, или так, или перед фактом поставить, что я хочу того, 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 давай будем делать то-то, то-то и то-то, да, я не знаю что, какие там у вас варианты, возможно будут, опять тайна, ну, давайте тайны, да, я хотела спросить, что какие его дальнейшие действия, то есть, когда решение на сближение, на то, что вы ему реально нужны, да, когда человек это примет, поймет, когда это решение будет принято о вашем сближении, какие будут конкретные его действия, да, конкретные предложения, выпадает карта тайна, давайте остановимся на том, что переход на другой уровень это будет, с одной стороны, а с другой стороны, какие конкретные действия, давайте это оставим в некой тайне. Карта Совы. Я люблю эту карту Совы трактовать как карта парности. Возможно, человек вас попросится держать ваши отношения в тайне. И, возможно, вот эта тайна вас объединит, что мы вместе, мы что-то, секрет, который связывает нас обоих. Вот мы вместе, мы как две какие-то совы в ночи где-то прячемся. В ночи не в ночи, но здесь, в общем-то, все ночные карты на этой колоде практически. Поэтому здесь, возможно, о некой тайне вас человек попросит. Возможно, он, кстати, боится какой-то огласки, поэтому, именно поэтому он боится признать вашу связь, реально свою связь, внутреннюю связь. Не связь в смысле близости отношений, ну, не в смысле любовную связь, а связь в смысле некую нить, которая вас связывает, некую энергетическую нить. Вот этого человек, возможно, боится признать, потому что это может как-то отклоняться обществом в общепринятых рамках, да, ну, либо в голове человека это что-то такое вот не совсем приемлемое. Вот, ну, я ж не могу же остановиться, да. Ну, человек на что-то будет готов, что-то разрушать будет, готов будет что-то разрушать ради вас. И карта Феникс, давайте карты, я специально не закрываю карту сердца, пусть она здесь будет, да, пусть она нам здесь вот энергию общую создает. Карта Феникс заканчивается, да, заканчивает нам, пожалуй, этот расклад тем, что будет возрождение отношений, да, будет новое солнце в этой вашей любовной истории, да, человек наконец-то проснется для хороших, нормальных, стабильных, гармоничных отношений с вами и, во всяком случае, для того, чтобы признать вас как свое счастье, и это счастье с вами как-то реализовывать, да, то есть проснется человек для новой жизни с вами, для нового этапа в ваших отношениях, и, ну, как я уже сказала, будут приняты какие-то решения, которые будут, как-то очень резко он это все дело примет, да, резко какие-то прозрения на него нахлынут, и он вам даже несколько вариантов накидает, как будут развиваться ваши отношения, что он от вас хочет, да, вот, пожалуй, как-то так, да, то есть с несколькими предложениями, да, много-много информации вы от человека получите, как он все это дело хочет дальше развивать. Давайте все-таки, ух ты, последняя карта, вот не договорила, выпала карта мужчина. Хотела сказать, давайте посмотрим, какой вам совет, что вам делать, да, мужчина, джентльмен в смысле, джентльмен, да, дайте джентльмену побыть джентльменом, пусть он принимает решение, пусть это будет его решение, если он уж решит, да, пусть он уже это, как это, чтобы видеть рядом с собой не мальчика, но мужа, дайте возможность, в смысле мужчину, да, настоящего мужчину, дайте ему возможность принять решение самому, определиться самому, да, признать вот это вот, сердце, да, полное любви к вам, в своей груди, вот, и пусть он уже что-то делает, пусть сам принимает это решение, пусть сам двигается, а то что, все вы, да вы, да, кстати говоря, пусть сам, да, потому что если у него вот эти вот на вас идут какие-то, к вам идут какие-то претензии, да, на вас какие-то наскоки, что вы его как-то там привязали, да, примагичили и все такое, вот здесь пусть действует сам, и с вас взятки гладкие, что называется, я ничего не делала, это было твое решение, так что, вот, ну, для тех, у кого человек склонен к таким вот обвинениям неким, да, или подозрениям, вот, пусть он уже сам принимает ответственность за свои поступки, да, за свой выбор, а не на женщину скидываясь, что ты меня примагичила и все такое, да, и давайте все, последняя карта, совет вам, да, пусть человек, собственно, это совет человеку, дайте ему возможность преодолевать препятствия на пути к счастью с вами, да, пусть он сам все делает, а вы просто будьте той, да, или тем, какая вы есть, будьте самой собой, да, будьте самим собой, и, ну, делайте все, что вы делали, да, давайте миру все, что вы давали миру, и этот человек сам к вам потянется, да, наконец-то повзрослеет и будет принимать какие-то решения, будет как-то двигаться в вашу сторону, вот, да, ну, давайте карту друга, да, карта друга, карта верности, да, карта собаки, и еще один мужчина, еще один мужчина обнаженный, да, то есть, наконец-то, это признание своих чувств, да, признание верности вашей друг другу и открытие вам своих чувств и, самое главное, ну, признание своих чувств перед самим собой, вот, как-то так. Здесь все это вас ожидает с человеком, да, ну, такое впечатление, что это реально такой какой-то урок, прежде всего для этого человека, да, урок принимать ответственность на себя и урок, ну, принимать решение, в отношениях, учиться не бояться счастья, вот, да, может быть, он все это не со зла делает, потому что некоторые настолько привыкли жить в отношениях, которые не полностью его удовлетворяют, да, вот, ну, типа, надо иметь какую-то женщину, да, но вот кто рядом, да, кто подвернулся, с кем сошлись, с тем и сошлись, да, вот, а когда видишь женщину счастья, женщину мечту, тот человек пасовать начинает, потому что он раньше такую не встречал, возможно, и вот он не знает, что делать, да, как к ней подъехать-то, с этими было все так просто, это было все так неважно в его жизни, а вдруг появились вы, и все стало так вот космически, архиважно, да, космически важно, архиважно, поэтому здесь он немножко спасал, ну, тем не менее, пусть этот вариант проигрывается, пусть мужчина все-таки берет на себя ответственность, вот, это в любом случае пауза некая, да, для взрослений, урок взросления для загаданного человека, но никак не конец, все, счастья вам, любви, гармонии, пусть вот в этой финальной фразе, в этом финальном аккорде этот вариант проиграется, я перехожу к следующей, к второй позиции, для тех, кто выбрал вторую позицию, пауза, это или конец, я смеюсь, потому что карта Джокер выпадает, да, видно, ну, короче, не важно, да, карта Джокера выпадает, во-первых, тут вот, во-первых, это первая карта в колоде, в, ну, в этой колоде, это карта, карту я, карту, которую мне нравится называть маг плюс дурак в одном флаконе, да, а здесь интересно, что вот эта самая восьмерка, в смысле, вот эта вот бутылка, да, которую этот самый шут Джокер держит в руке, она описывает некую огненную восьмерку, некая огненная вода описывает огненную восьмерку, огненную бесконечность, вот, то есть, я думаю, что эта карта как раз начало, причем начало такого легкого, да, начало, как вот перезагрузка какая-то отношения, да, то есть, ну, по карте Джокер это не конец, это стопудово не конец, ну, давайте, может быть, ее проверим, уточним, дополним, и вообще, вот, то есть, карта перспектив, карта, даже не то, что надежд, а надежда, это когда вот мы сидим, там, что-то думаем, на что-то надеемся, все такое, а здесь вот карта легких отношений, да, и вот на этой легкости, да, вот, под дурачка сойти и сделать все хорошо, сделать все счастливо, сделать все гармонично, сделать все стабильно, да, сделать все надолго в наших отношениях, сделать все прочно, потому что вот эта восьмёрка, которую он рисует, символ бесконечности, хоть она и не лежачая, а вертикальная, не горизонтальная и вертикальная, но тем не менее. То есть человек сам готов развивать ваши отношения, сам готов это всё дело двигать, но при этом человек не хочет делать это слишком напряжно, натужно. Да, вот сели, поговорили, да, нам надо развивать отношения, нам надо что-то делать, а что же нам делать, а на что ты готов, что ты будешь делать. То есть человек не хочет вот так вот всё проговаривать, да, он, возможно, ну, хочет просто лёгких отношений, да, то есть лёгких по форме, но стабильных по глубине, стабильных, хороших по содержанию, да, стабильных, серьёзных. Ну, карта рыбы, ну что, что тут можно сказать, да, причём здесь человек... Не чужд и какой-то игривые роли, и каких-то игр, и вот такой вот лёгкости, да, когда вам друг с другом легко, да, вам в отношениях легко, буквально весело вам, возможно, он много шутит, да, возможно, вы много шутите, хотя вы уже беситесь сами внутри, но всё равно стараетесь как бы держать такую вот непринуждённую атмосферу, да, шутить, что-то говорить приятное друг другу, возможно, у вас обоюдна такая вот стратегия поведения, да, и вы можете найти общий язык, да, можете говорить на языке шуток, на языке радости, на языке вот, да, я пришёл к тебе с приветом, да, я пришёл тебя чем-то порадовать своим появлением, какими-то шутками, хорошим своим настроением. Возможно, у вас обоих здесь такая позиция в этих отношениях, и вот это вас сближает, вот это даёт вам понимание общее, да, но при этом здесь вы не лишены некой материальной почвы, то есть вы понимаете друг друга в каких-то материальных делах, материальных вопросах, то есть у вас и материальная совместимость в том числе, да, совместимость эмоциональная, совместимость материальная здесь может быть, и понимание на бытовом уровне, что мы друг другу подходим, мы понимаем друг друга. Вот, карта корабль, ну, ё-моё, третья карта не говорит ни о каком вообще разрыве, да, ни о каком вообще конце, а говорит о новом начале, о стабильности в ваших отношениях, стабильности в материальном плане, стабильности во взгляде на мир, в мышлении, да, у вас одинаковое мышление может быть, да, возможно, у вас какой-то, я не знаю, там, по соционике один тип, допустим, то есть какая-то психологическая похожесть в вас есть, вы буквально можете быть, ну, там, как близнецы, не близнецы, да, но вот что-то здесь такое может быть, да, рыбы одного моря, да, птицы одного полёта. И карта корабль всё-таки говорит о развитии, о движении, если между вами географическое расстояние, нужно буквально моря преодолевать или озёра переплывать, да, реку переплыть, да, ручей перешагнуть, здесь всё равно идёт, да, уже достала следующую карту, ещё не закончила мысль, достала следующую, здесь всё равно идёт движение к вам, да, держу эту следующую карту, хочу вам сказать, угадайте, какая следующая, но я думаю, вы вряд ли угадаете, потому что колода большая, это не колода Ленормана, короче, не буду вас мучить, это карта Феникса, да, возрождение отношений, то есть и по Джокеру идёт новое начало возрождения, и по кораблю идёт движение некое, да, причём интересно, что рыбы у нас некое внутреннее движение в воде, да, в глубине воды, а корабль – это движение внешнее, да, буквально на… то есть здесь движение к вам будет как и на каком-то душевном глубинном уровне, и на событийном уровне, как, возможно, приезд, ну, как минимум выход на связь, как минимум продолжение общения. И карты Феникса, возможно, человек здесь ждёт перезагрузки, хочет перезагрузки, и, пожалуй, даже сам он будет эту перезагрузку ваших отношений инициировать, особенно, да, по карте Джокер первая, карта Айсберг следующая. Ну, тем не менее, смотрите, как интересно, да, я раскладываю на три стопки, оно так и получается, то есть и страсть здесь, и желание, и возрождение отношений идёт, и некая вот глубина, да, глубина, что-то тихое такое, вот, что-то такое вот совсем сокровенное, да, возможно, вы друг друга не знаете ещё до конца, то есть, возможно, у вас было довольно поверхностное общение, но, тем не менее, идёт всё равно поверхностное, не поверхностное, но всё равно идёт понимание, что это мой человек, я хочу с ним развивать отношения, и всё равно вот я хочу с ним быть, да, это то, что мне нужно, это тот, кто мне нужен, всё равно мне с ним хорошо, и мне пофиг, да, что у него там, то есть здесь даже, возможно, вам так хорошо с ним, и ему так хорошо с вами, что вот даже не хочется копать в глубину души, да, не хочется копать, какие у него были прошлые отношения, да, неинтересно, что у него там в жизни, да, кто у него там сейчас есть, у него там нету, кто сейчас, да, то есть мы настолько друг на друга настроены, что нам вот это всё кажется мелким каким-то, да, то есть самое главное, что у нас друг с другом связь, а всё остальное, это там уже, скажем так, личное дело, да, Это такое признание, что каждый имеет право на какую-то личную жизнь, на какие-то тайные сокровенные уголки своей души. Ну вот и буквально на это я тяну карту тайна. Ну пусть это остаётся тайной, что называется. Любите друг друга и давайте будем любить друг друга и не будем копать глубоко в душу друг к другу, что там внутри. Самое главное, что у нас есть любовь. И самое главное, что давайте, может, карту собаки сейчас достану. Нет, карту собаки не достала, достала карта букет. Хотела вам сказать, что есть некая верность в отношениях. Но, тем не менее, букет тоже неплохо. Букет – это желание именно флирта, желание общения, желание продолжения, желание именно такой вот красивой любовной связи, красивого любовного романа. То есть, по-моему, вообще здесь никаким концом даже не пахнет. Пахнет, но не тем концом. Не концом отношений. Карта женщины – карта полной открытости. Возможно, человек у вас… На карту айсберг положить карту женщин тоже интересно. Раскрытая, обнажённая женщина. Возможно, человек вас больше понимает, чем вы его. То есть, он вас как-то больше просекает, что в вашей душе происходит. Но, в принципе, он понимает, что вы тоже имеете право на свои тайны. И он вас, естественно, признаёт такой вот замечательной, притягательной женщиной. Вот. Да. Ну, по-моему, карта женщины, обнажённая, сама говорит за себя. Выпала карта письмо. Переписка. Продолжение. Всё начнётся с переписки. Да, некое продолжение начнётся с переписки. Ну, карта дом ещё выпала, в принципе. Давайте я её обратно в колоду положу. Возможно, будет переписка либо по поводу недвижимости, либо, ну, у кого нету, да, каких-то зацепок за недвижимость. Возможно, это просто будет очень тёплая, домашняя, приятная обстановка переписка, да. Возможно, человек вам что-то о своём доме расскажет, что-то о себе расскажет. Не для того, чтобы что-то рассказать, да, а для того, чтобы именно сблизиться с вами, что-то вам раскрыть, какие-то подробности о своей жизни вам сообщить. Возможно, вот так вот, да. Ну, либо про… или вас про дом ваш спросит, как вы там живёте, что у вас дома происходит и всё такое, да. Ну, это будет, ну, это скорее повод, да, повод выйти на контакт, повод о чём-то поговорить, повод поговорить о чём-то приятном, уютном, таком вот домашнем, да, о том, что для вас действительно важно сейчас. Вот, ну, вообще по жизни, да. То есть, возможно, здесь человек выйдет на связь не для того, чтобы, ну, выяснять с вами отношения, как ты ко мне относишься, а ты меня ждала или нет, а просто вот, ну, приятно пообщаться на какие-то тёплые, хорошие такие вот домашние темы, главное, темы безопасности, да. Вот ещё момент безопасности, что здесь человек абсолютно готов… О, следующую карту замечательную вытащила. Абсолютно готов создавать вам атмосферу безопасности, чтобы вы с ним могли раскрываться, в том числе раскрываться как женщина. Следующая карта – солнце, ну, никаким вообще концом здесь ничего не пахнет. Вот, исполнение желаний. Будем идти к исполнению желаний, да, человек, как некое солнышко взойдёт на вашем горизонте. О, карта солнца, карте солнца идёт карта огонь, то есть огонь желаний всё-таки у человека, некая горячность, да, горячность и огонь желаний здесь человек вот проявится, да, возможно, даже с такой вот обжигающей страстью к вам у кого-то, возможно, так, да. Так, ладно, карта «Время», ну, немножко подождать, давайте уже закончим, да, чего он… Давайте, ладно, ещё, что, какие будут его конкретные действия, раз уж я… Мечты, звёзды, карта, с одной стороны, мечтаний, да, возможно, человек поделится с вами какими-то планами, какими-то своими соображениями на перспективу, а с другой стороны, возможно, он вспомнит что-то, что, о чём вы его просили, да, или какие-то мечты ваши вспомнит, о которых он забыл какое-то время, да, и попробует эти ваши мечты осуществить. Либо если с вами он делился какими-то своими мечтами, возможно, он вот что-то такое приятное, да, радостное по поводу осуществления своих мечтаний, фантазий, ну, или просто вам о своих фантазиях напишет. Здесь что-то такое вот будет, да, какое-то сообщение, ну, или бы действие буквально направленное на осуществление ваших мечтаний, фантазий. Карта змея следующую достала. Ну, человек будет обходить острые углы, да, не спрашивайте, пожалуй, его, почему он так долго с собакой не выходил на связь, да, с собакой, вот, вот, потому что человек все равно будет юлить, и он на какие-то свои вопросы, на какие-то личные вопросы о личных каких-то переживаниях, там, да, он не готов, ну, отвечать вам, то есть оставьте его в покое, если он чего-то не говорит, ну, и не спрашивайте его, значит, оно и не надо, да, вот все равно он будет, ну, как-то юлить, чтобы избежать неприятных для него вопросов. То есть довольствуйтесь тем, что он будет солнышком в вашей жизни, да, будет для вас неким счастьем, радостью, что он будет осуществлять свои мечты с вами, осуществлять ваши мечты с ним, и будет, как это, мечтать и фантазировать, и думать о будущем, вот так вот, да, на перспективу. Карта кошка, карта бабочка, ну, давайте фиг с ней с картой кошкой, да, карта кошка, да, змея королева жезлов у нас по этой самой, кошка у нас некий атрибут королевы жезлов опять выпала, вот, в любом случае человек у вас видит такой вот загадочной женщиной, которая его очень притягивает, да, женщиной, возможно, в которой он видит такую же какую-то внутреннюю изворотливость и внутреннюю скрытность, какая есть в нем самом, кстати говоря, да, ну, и вполне он вот эти границы уважает, ему это нравится, его это притягивает. И карта бабочка, это карта новых отношений, карта нового развития, да, нового начала, карта легкости, да, что называется, такой вот призыв, давай начнем отношения легко, давай их перезагрузим опять-таки, вот, да, что у нас там было, феникс у нас здесь выпал, в этой позиции, да, феникс выпал, ну, вот, и феникс, и джокер, и бабочка нам, в принципе, говорят о том, что будет новое развитие, будет легкая перезагрузка, да, легкая по сути, но вполне себе даже серьезная по содержанию. И на слово содержание я достаю карта крест, как карта судьбы некой, вот, то есть человек этот все равно ваш крест, и все равно вам друг от друга, да, никуда не деться и не отвертеться, что называется. Ну, вот и карту собаки я все-таки достаю, карта друга, карта верности вас все-таки ждет. То есть еще, кстати, можно трактовать так, что закончится легкость какая-то, да, закончится легкость в смысле несерьезность. Если у человека были какие-то несерьезные мысли о вас, они, наконец-то, закончатся и сменятся пониманием верности вашей ему и его верности вам, да, вашей такой вот некой дружеской крепкой связи. И у нас выпадала карта женщина обнаженная, здесь выпадает и карта мужчина, сюда же ее положим. То есть человек будет также открываться, да, во-первых, он оценит то, что вы перед ним открывались как женщина, да, вы к нему стремились, вы ему буквально душу раскрыли, и человек сам, наконец-то, почувствует вот эту безопасность, да, почувствует связь, почувствует верность, почувствует, что вы его друг, вы должны ему, ну, как бы не должны, а он может на вас рассчитывать в плане, там, сохранения каких-то тайн собственных, да, ну, и вообще, что вы его, там, не обсмеете, да, не причините ему никакой внутренней боли, потому что внутренний человек может быть довольно ранимым, вот, и он начнет с вами открываться и проявлять себя как мужчина, да, голый мужик-то, вот, и карта клевер, как новый шанс, новая возможность, то есть здесь человек будет ловить новую возможность, чтобы продолжать развивать эти отношения, все, давайте закончим карты. Лотос, как счастье, осуществление желаний, гармония душевная, гармония материальная, гармония вообще всякая, да, гармония чувственная с этим загаданным человеком, вот это все он будет с вами реализовывать, да, раскрываться, искать возможности для развития отношений и гармонизировать отношения, да, смотреть, где он косячил, исправлять свои ошибки, да, спрашивать у вас, какие у вас ожидания, чего вы хотите, да, как вы видите ваши отношения, ну, может быть, там, не буквально, да, а вот как-то играючи все это с вами будет обсуждать, и самое главное не то, что обсуждать, он будет стремиться к пониманию того, что вы хотите, чего вы хотите от отношений, и будет стараться вот это все дело реализовать. Ну, давайте посмотрим последнее, да, последнее уж по этому варианту, что делать вам, карта сфинкс, а будьте загадочны, ничего не делайте, да, будьте загадочны, ничего ему пока что не говорите, да, но тем не менее, если увидите от него какие-то поползновения, выхода на связь, принимайте его и давайте ему понять, что вы готовы, да, карта мост, готовы идти в новые отношения, готовы перейти Рубикон, если вы действительно готовы, готовы развивать отношения, переходить во что-то новое. И давайте еще, да, что вы готовы на развитие и очень даже рады тому, что он вернулся в вашу жизнь и рады продолжению. И давайте еще посмотрим карту летучая мышь, 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 мышь. И карта джентльмен. Ну, ладно, пусть этот ваш Бэтмен, да, Бэтмен это джентльмен, пусть побудет джентльменом и пусть сам к вам придет, да, сохраняйте вот эту вот тайну, тайну, ну, в смысле, что не вешайтесь на него сами, да, простите, вот, пусть он сам разгадывает все ваши тайны, пусть он уже выходит на более-менее прямой контакт с вами, пусть он вам задает вопросы, а вы ему отвечайте так, чтобы он, ну, немножко, да, говорите, но не договаривайте до конца, пусть немножко некая завеса тайны между вами сохраняется, и пусть этот человек сам эту тайну вашу разгадывает, да, то есть дайте ему проявиться, дайте ему самому брать на себя, вот, да, брать бразды правления, да, брать инициативу в свои руки, раз уж у нас карта джентльмен выпал, да, пусть он и будет для вас вашим мужчиной, вашим джентльменом. В общем-то, скажите ему, да, пожалуй, можно здесь сказать, что вы готовы видеть его своим мужчиной, да, и вы вполне... Ради, собственно, ради этого всё и начиналось, да, ради этого вы и входили, и вступали в эти отношения, и вы по-прежнему на это всё готовы, да, готовы на развитие. Вот это здесь человеку можно сказать. Обо всём остальном пусть он уж сам как-то додумывает, да, дотумкивает. Вот, счастья вам, любви, гармонии, да, пусть сам он действует в отношении вас, да, вы просто покажите, что вы ему всегда рады, что он вам нужен, вот. А я перехожу, пусть этот вариант сбудется, да, если что, а я перехожу к последнему, третьему варианту. Пауза или конец отношений для тех, кто выбрал последнюю карту. Жук с корабей нам здесь выпадает, да, пока непонятно, пока сложнее, чем с предыдущими картами, потому что это карта работы. Причём, извините, карта сизифового труда, да, сколько ты вкладывайся, не вкладывайся, а всё равно воссу ныне там. Вот, карта ребёнок. Ну, я прям даже не знаю. Карта ребёнок, вообще-то, карта начала нового, да, с одной стороны, начало, с другой стороны, может быть, инфантильности карта, что один партнёр слишком инфантильен, а другой арбайтен-арбайтен и всё на себе тащит все отношения. Ну, вот здесь опять идёт карта работы, да, непаханное поле. То есть вот один всё на себе тащит, а второй как-то вот смотрит и ждёт чего-то от всего этого, да, поэтому идёт, наверное, какой-то дисбаланс в отношениях. Карта мужчина. Ну, возможно, мужчина здесь смотрит и думает, чё происходит-то. А вы вкладываетесь, вкладываетесь, а мужчина такой, типа, а чё я? А я ничего, да. А я посмотрю, чё дальше будет. Вот. Карта солнца. Ой, ну, карта женщина. Ну, вот извините, они так друг от дружки отвернулись, да, вот. Я уж так раскладываю, так они и отвернулись друг от дружки. Возможно, здесь у женщины будет какое-то новое, другое солнце, я даже не знаю, да, либо вот нафиг оно вам надо, тайна карты. Так, давайте ещё раз, чё-то как-то всё запутывает. Всё сложнее и сложнее, да, дело запутывается. Ну, спросил он ли ваше солнце. Ну, тут мы некое солнце-то видим, конечно, да. Ну, цикличные, опять-таки, отношения, переписка, цикличные отношения, какие-то тайны в отношениях постоянные, да. То придёт, то вернётся, возможно, он, да, то придёт, то вернётся, да. То придёт, то уйдёт, да, то вернётся, то опять пойдёт куда-то. Здесь такое ощущение, что, ну, уже не первый раз вы уже на вот этом цикле, да, когда человек то возвращается, то уходит, и вам уже это всё как-то... И вы уже думаете, что неужели, чё, в последний раз, да, неужели в последний раз он ушёл? Карта затмения. Ну, какое-то затмение на него нашло, и он пока куда-то вот ушёл, да. Пока он может сам думать, что это конец, честно говоря, да. Он в какую-то, как в эту, да, затмение нашло этот самый, да, в чёрную дыру в какую-то провалился. О, карта, да, кукла Вуду. Ну, может быть, кто-то его притянул, я не говорю, кто-то примагичил, но, возможно, кто-то его, какая-то другая дама здесь его вполне могла притянуть. Либо могли притянуть, быт мог притянуть, да, его где-то там хорошо кормят, вкусно, и вот это всё. Либо просто зарабатывание денег. Здесь человека могло притянуть, да, и стать причиной того, что он решил сам, как бы, сам себя подчинить какой-то другой жизни, да, и уйти от вас. А, мог подчинить, кстати, семье, да, роду, требованиям предков, да, буквально там матери, отца, если они ещё живы, то есть такой вариант может. Ну, либо просто каким-то семейным ценностям, да, семейным убеждением памяти матери, что вот, мать бы это не одобрила, мать такую женщину не одобрила бы, а то, что мать вообще никакую другую женщину не одобрила бы, кроме себя самой, да, рядом с этим человеком, это вот как-то не это самое, да, он в расчёт не берёт. Но, тем не менее, да, не очень хорошие карты мы накрываем хорошими картами, корабль, совака и лестница, всё-таки человек посидит-посидит в этом неком временном затмении и будет действовать, выходить на связь, да, он понимает, что верность всё-таки есть у вас к нему, да, и он, возможно, это будет ценить, да, и буквально вот как он из колодца выбирается, то есть человек будет выбираться из, опять-таки символично пало народ, на затмение вот сюда вот, что человек будет выбираться к вам из вот этой самой пропасти, да, в которой он сейчас сидит из-за этого состояния затмения. Что ещё будет делать? Бумеранг, как бумеранг он к вам всё равно вернётся, рулевое весло, немножко похожие, да, карты, чуть-чуть, да, всё равно человек возьмёт свою судьбу в свои руки и всё равно будет грести к вам, да, подгребать к вам будет. И карта Феникс, карта возрождения отношений. То есть здесь, опять-таки, идёт не конец, здесь, опять-таки, идёт возрождение отношений, дайте человеку пересидеть в этом своём затмении, да, и он к вам прилетит обновлённым, возможно, возможно, он там какие-то уроки для себя извлечёт, да, ну, пардон, если у вас колесо вот это выпадает, вот эта цикличность, она по жизни так и будет идти в ваших отношениях, то есть 150 лет будете вместе, и 150 лет, да, будет он то уходить, то приходить, так эта цикличность, да, как бумеранг туда-сюда мотаться по вот этой бесконечной траектории, опять к вам возвращаться, вот, да. И карта Единорог, здесь, возможно, он будет компенсировать то негативное, что он вам принёс, да, и карта Мост, как перехода в новые отношения, да, во что-то новое, на какой-то новый этап. Возможно, кстати, вот такие вот паузы для него стимулирующими являются для перехода на новый уровень с вами же, то есть так он не может перейти, а вот ушёл в себя, там где-то походил, поскучал, потом пришёл, вернулся, сказал, ой, я так хочу, я так хочу, давай развивать отношения, да, давай переходить на новый уровень. Возможно, это для него такой разбег какой-то. И карта Единорог я не договорила, что это карта благих пожеланий, благих намерений, да, каких-то подарков, компенсации тех негативных страданий, переживаний, эмоций, да, которые вы испытываете без этого человека, да, ну, влечёт его к вам. Карта Луна эмоциональная здесь такая вот очень сила влекущая. Луна, извините, прилив-отлив, да, вот у него прильёт, он придёт к вам, да, отольёт, уйдёт от вас. То есть вот так вот оно всё время и будет, да, но всё равно вот эта тяга, да, буквально тяга притяжения, она здесь всё равно идёт. И карте прилив, да, карта вода будет. Ну, в общем, человек всё равно будет к вам проявляться, и некая глубина в отношениях всё равно есть, то есть есть зацепка, да, есть влечение, есть стремление, да, есть глубинные связи, которые вас держат, и у человека держат около вас, поэтому никуда он всё равно от вас совсем не сбежит, да, рано или поздно всё равно будет возвращаться. Давайте посмотрим, да, что он конкретно будет делать. Ну, строить в себя жертву, что я что, я ничего, да, через плечо, вот. Но всё равно будет говорить, что вы его счастье, вы его там оберег, и что он борется со всеми своими искушениями, да, что он хочет всё-таки к вам, да, что ему без вас тяжко-плохо, да, что он бедный без вас, несчастный, страдает, и деньги у него утекают. И, кстати, может быть, на кого-то жаловаться там будет, да, что кто-то его там как-то, ресурсы его, господи, как это, да, подкрадывает немножко, обкрадывает его в чём-то, да, будет вам жаловаться. Но всё равно с вами у него связь, с вами он там может сказать, я с тобой вот как набираюсь каких-то ресурсов, да, буквально, можно так сказать. Ну, да, интимная близость, желание интимной близости здесь у человека тоже будет вполне, причём он на это самое желание даже готов к этому желанию, к реализации этого желания готов идти какими-то такими, с помощью каких-то ухищрений. Вот, и что вам делать, давайте посмотрим, что вам в этой ситуации делать с этим загадным человеком. Охранять свои границы, свою территорию, охранять некую справедливость, да, быть на страже справедливости в ваших отношениях, то есть карта весы, как карта баланса, да, держать баланс между вашими желаниями, его желаниями, не вестись на какие-то манипуляции, если он хочет от вас каких-то манипуляций, какой-то энергии, да, ну, в смысле, если он ждёт от вас, да, если он как-то манипулирует вами. Если хочет больше энергии, чем вы можете ему дать, чем оно будет экологично для вас, да, давайте ему столько, сколько вы ему можете дать, чтобы он вас не обкрадывал, да, чтобы он вас не высасывал эту энергию, вот, в общем, держите, берегите свои границы, берегите свои ресурсы с этим загадным человеком, и не раскрывайте ему все карты, не выкладывайте все карты на стол, держите некую дистанцию, некую тайну, да, вот и на это я достаю карту оборотень, да, вот как это, хорошая мина при плохой игре, а тут вот пусть и игра у вас будет хорошая, справедливая, да, и не показывайте, и держите хорошую мину какую-то с ним, да, то есть не показывайте своих чувств, своих переживаний в глубине, уж решите сами, что вам показывать ему, что не показывать, да, возможно, не показывайте, что он вам так нужен, что вы его, что вы по нему так сильно прям скучали, переживали, да, вот, показывайте ему, что вы держите свои границы, что вы держите свое достоинство, да, свое лицо, вот как-то так, да, ну и карта кузницы, если он вам нужен, работайте над отношениями, как вы это понимаете, если нужно здесь человека форматировать под себя немножко, здесь, пожалуй, даже вот это форматирование под себя, ну, для вас будет благоприятным, пардон за такой совет, да, карта клеверов, ищите возможности выйти на связь, ищите какие-то позитивные возможности в развитии ваших отношений, тем не менее, вот, ну, пожалуй, все, да, карта лиса опять-таки идет, да, то есть не открывайтесь человеку полностью, вот, да, держитесь, ну, карта букет, давайте букетом и закончим, то есть радостные, стабильные, хорошие отношения, да, стабильно радостные, да, поддерживайте с этим человеком, возможно, если будет приглашение на свидание, идите на свидание, встречайтесь, либо можете даже сами предложить человеку свидание, либо какие-то встречи, либо хорошие, приятные какие-то отношения, да, не очень, может быть, серьезные, не очень глубокие, то есть в ЗАГС его, хотя сказать, в ЗАГС не тащите, да, достала карту кольцо, ну, скажем так, замаскируйте ваше желание с ним какой-то серьезной близости, доводящей до ЗАГСа, замаскируйте это под, чего, да, под встречи, под свидания, под просто любовную связь, скажем так, да, то есть человек пусть сам уже принимает какое-то решение по поводу уже дальнейшего вашего сближения, вот, ну и побольше загадочности, опять же, не открывайтесь, очень много загадочных таких вот карт, мечтайте и осуществляйте, идите за своими мечтами, осуществляйте с этим человеком свои мечты, свои желания, то есть вот он объявляется, выходит на связь, а вы, если вы хотите чего-то, как-то провести с ним время, особым образом, или какого-то подарка, или какого-то буквально кольца, да, ну, не обручального, а еще какого-то другого, да, обычного, или шармика, или браслета, если вы чего-то хотите от него, то можете это попросить, да, некую загадку ему загадать, пусть думает, где ему брать на это деньги, пусть думает,